Свои информации, наших уважаемых гостей, участников сегодняшнего разговора, всех, кто находится на мультимедийной площадке Международного информационного агентства России сегодня, и всех, кто смотрит наш круглый стол в онлайн-режиме. Сегодняшний круглый стол приурочен к 70-летию освобождения города-героя Одессы от нацистских оккупантов. Сегодня мы будем говорить о мужестве защитников Одессы, об особенностях оккупации города и о военной операции Третьего Украинского фронта под командованием генерал-армии Родиона Малиновского, который принес городу-герою свободу. 26 марта началась Одесская наступательная операция Третьего Украинского фронта, и в этот же день соединения Второго Украинского фронта под командованием маршала Ивана Кунева вышли к видовоенной границе Советского Союза. Эта дата считается началом освободительной миссии Красной Армии в Центральной и Восточной Европе. Эту знаменательную дату, как, собственно, и роль Красной Армии в освобождении Европы, мы также не можем оставить без внимания. Я с удовольствием представляю наших гостей, участников сегодняшнего разговора. С нами сегодня, справа налево, традиционно представляю участников, член Президиума Российского исторического общества, исполнительный директор Фонда истории Отечества Константин Могилевский. С нами сегодня начальник научного отдела Российского военно-исторического общества Юрий Никифоров. Здравствуйте. Старший научный сотрудник НИИ военной истории и военной академии Генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации Владимир Фисянко. Военный историк Алексей Исаев. Здравствуйте. Также с нами сегодня старший научный сотрудник Центра истории войн и геополитики Института всеобщей истории Российской академии наук, методист Музея Победы Дмитрий Суржик. Константин Ильич, вчера в Доме Российского исторического общества прошло заседание Международной комиссии Российского исторического общества, которое как раз было посвящено 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма. Но это не единственное мероприятие, которое проходило на вашей площадке. Вчера также у вас была открыта Международная научная конференция «75 лет освобождения Центральной и Восточной и Северной Европы от нацизма». Сразу вопрос, какие мероприятия планируется еще провести в течение этого года, все-таки год юбилейный, для того, чтобы освежить память наших европейских партнеров о роли советского солдата и Красной армии в освобождении Европы. И, собственно, каково ваше первое впечатление об этой международной конференции? И там, насколько я знаю, очень хорошее представительное участие. Да, спасибо большое. Прежде всего, спасибо РИА Новостям России сегодня за то, что вы такое уделяете внимание вообще истории и помните о таких значимых для истории нашей страны и всей Европы датах. Начать, наверное, стоит с того, чему посвящен, в первую очередь, наш сегодняшний круглый стол. И поздравить жителей Одессы, всех украинцев, всех тех наших сограждан, для кого этот праздник значим, дорог. Знаем, что в Одессе, несмотря ни на что, праздничные юбилейные мероприятия готовятся и пройдут. Конечно, в таких искаженных, скажем, отчасти, может, даже уродливых условиях, созданных нынешним украинским режимом, там запрещаются и георгиевские ленты, и красные флаги. Но при этом знаем, что для одесситов очень дорога память о войне, об этих 907 днях оккупации, об освобождении Одессы, о тысячах жителей города, погибших в ходе оккупации, в ходе боев за Одессу. И это, конечно, то, что должно оставаться с нами навсегда, то, что объединяет Россию, Украину, все народы бывшего Советского Союза и, в принципе, всех антифашистов, людей доброй воли во всем мире. Ну а вчера действительно в Доме Российского исторического общества началась международная конференция. Она была предварена заседанием Международной комиссии Российского исторического общества. Что такое Международная комиссия? Существуют у нас в России, у российских историков, двусторонние комиссии с историками других стран. Они по-разному называются, бывает по трудным вопросам истории. Просто двусторонние комиссии, их 12. И вот руководители этих комиссий, известные европейские историки из стран Западной и Восточной Европы, приехали для того, чтобы обменяться мнениями в связи с вот этой годовщиной, с 75-летием освобождения Восточной, Центральной и Северной Европы. Создана рабочая группа под эгидой Российского исторического общества. И снова мы должны поблагодарить РИА Новости, потому что именно здесь, в середине января, прошло первое заседание этой рабочей группы. Сергей Евгеньевич Нарышкин председательствовал на нем. И тогда условились выработать план мероприятий, посвященных этому 75-летию. Этот план сделан, этот план утвержден, он достаточно обширный. В нем несколько есть таких ключевых пунктов. Один из них, это как раз та конференция, которая от вчера началась, сегодня продолжается в Институте всеобщей истории Российской Академии наук. Второе, это музейные выставки. Большая выставка будет подготовлена и осенью пройдет в Центральном государственном музее современной истории России. При этом, я должен сказать, что буквально неделю-две назад открылась замечательная выставка в Музее Победы, посвященная 75-летию освобождения Европы. То, что обязательно нужно сделать, на базе как раз всех этих экспозиционных мероприятий, мы это сделаем, это подготовка таких передвижных планшетных выставок, в каждой из которых, которые будут предназначены для демонстрации вот именно в странах, которые были освобождены 75 лет назад. И там будут архивные документы, будут фотографии. Будет такое центральное ядро, где на нескольких стендах нужно будет крупными мазками, показать и ужасы нацизма, оккупации территорий Советского Союза, бои под Сталинградом на Курсской дуге. То есть, с каким багажом, с чем советский солдат подошел граница. Ну и дальше, на основе документов, над выявлением которых работают в Центральном архиве Министерства обороны, для каждой страны, покажем ключевые моменты, связанные с освобождением именно этой территории. Должен сказать, что, конечно, всем нужно напоминать, и у нас в стране нужно людям все время напоминать о том, с чем мы столкнулись 75 лет назад, и в европейских странах, но ситуация разная. Потому что есть страны, мы знаем, в Польше за каждый памятник приходится бороться, сносят памятники на могилах наших солдат. А, например, в Австрии знают каждого солдата поименно и берегут наши мемориалы, наше захоронение, об этом говорили вчера. В Словении просто новые открываются мемориалы. За последние годы несколько открыто памятников на могилах наших солдат и Второй мировой войны, и Первой мировой войны. В Словакии, при активной роли нашего посольства, но и при поддержке местных муниципальных властей, в Братиславе центральный мемориал на холме Славян отреставрирован. И, дай бог, теперь надолго. Сложность есть в Болгарии, мы знаем, в Софии регулярно подвергается вандализму. Главный памятник бойцам Красной Армии, освобождавшим Болгарию. В общем, конечно, напоминать об истории, напоминать о том, что именно Красная Армия 75 лет назад принесла в Европу свободу, вернула людям их фундаментальное право, право на жизнь. Это необходимо делать постоянно, не только с юбилеями. Юбилей – это важный повод об этом напомнить. Еще один момент, заключение. Вчера говорили о том, что необходимо разделять историю освобождения Восточной Европы и послевоенную историю Восточной Европы. Можно дискутировать о роли и Советского Союза, и наших союзников по Второй мировой войне, правительства США, Великобритании, в разделении сфер влияния, в установлении просоветских режимов. Можно говорить о том, как их поддерживало местное население, и о том, откуда взялись эти элиты, были ли они присланы с Луны, или они были в полном смысле слова местными. Но в любом случае невозможно перекладывать на тот миллион советских солдат и офицеров, которые погибли при освобождении Восточной Европы, невозможно и недопустимо антиисторично и античеловечно перекладывать на них ответственность за всю послевоенную историю. Эти люди отдали свои жизни за то, чтобы уничтожить нацизм, уничтожить фашистского зверя. Они несли на территорию наших соседей, европейских стран, жизнь и свободу. Вот об этом говорили на конференции, об этом, мне кажется, нужно говорить дальше в течение юбилейного года. Спасибо большое, Константин Ильич. И всё-таки давайте непосредственно к одесской наступательной операции. Вернёмся. Сегодня Одесса не является частью нашей страны, это сегодня Украина, и на Украине сегодня несколько иное отношение и к солдатам Красной Армии, и к ветеранам. Но для всех нас, и тем более для ветеранов, которые освобождали Одессу тогда, вот на 1944 году, это всё-таки наша земля, наша территория, недаром мы говорим о том, что освободительная миссия Красной Армии началась только после того, как войска Красной Армии вышли на довоенную границу Советского Союза. Так вот, освобождали мы Одессу как часть своей страны. Алексей Валерьевич, как начиналась одесская наступательная операция? Вот насколько я знаю, что откладывалась дата наступления, вот по каким причинам, с чем это было связано, может быть, какие-то нюансы были в самом городе, насколько координировалось действие местного подполья с войсками Третьего Украинского фронта? И вообще, как город пережил вот эту многодневную оккупацию? В чём были особенности оккупации Одессы? Значит, наверное, действительно стоят условия оккупации, и в предыстории вопроса Одесса была оставлена Красной Армией, в отличие от многих других городов. Это было решение добровольное, то есть нас не вынуждали оставлять Одессу, и вообще говоря, она могла держаться ещё и дольше, но требовалось выручать своих в Крыму, в Севастополе. Это и заставило вывести из Одессы Приморскую Армию. Которая противостояла преимущественно румынским войскам и противостояла многократно превосходящему противнику, румыны собрали в итоге против Одессы по современным уже подсчётам около 340 тысяч человек. И потери румын в боях за Одессу, которые для них были крайне неудачными, составили около 100 тысяч человек убитыми, ранеными, пропавшими без вести. При том, что в итоге Приморская Армия не была разгромлена и сумела уйти из Одессы организованно и без потерь, и только отдельное, что называется, тяжёлое вооружение было оставлено ввиду технической сложности его увезти с собой в Севастополь. И последние отряды, которые отходили, они даже рассеивались по городу и составляли основу подполья. И особенность оккупации Одессы заключалась именно в том, что там бал правили румыны, но при этом они показали жестокость именно в построении оккупационного режима, в чём-то, может быть, даже большую жестокость, чем немцы, ввиду в том числе и низкой дисциплины. То есть ко всему этому примешивались вещи, грабежи и насилие, связанные с невысоким уровнем дисциплины. Поэтому оккупация Одессы, несмотря на то, что там были румыны, она в чём-то была даже хуже, чем оккупация других городов, именно ввиду вот этого нарастающего хаоса, и в том числе, естественно, снабжения населения города. И борьба Одесского подполья, она продолжалась вплоть до освобождения. И что касается взаимодействия войск с подпольем, тут всё же стоит сказать, что операция была достаточно стремительной, и роль подполья заключалась в информировании о том, какие укрепления строились. То есть советские войска планировали штурмовать Одессу в случае, если её противник будет удерживать всеми силами, а на это были определённые предпосылки. Это всё же один из крупнейших портов на Чёрном море. Поэтому не исключалось, что немцы будут держать её в режиме, как говорится, крепости, и надеяться повторить успех советской приморской армии осенью 1941 года. Поэтому те, кто наблюдали за строительством укреплений, в войсках были люди, проводники, чётко были распределены секторы, кто какой сектор в городе штурмует, и именно с помощью проводников из числа подпольщиков местного населения, которые хорошо знали, что и где построено. Вот в этом было взаимодействие. Что касается подготовки начала операции, нужно помнить, что в март и апрель 1944 года крупные советские наступательные операции на правобережной Украине проходили в условиях совершенно чудовищной распутицы, которая на самом деле началась в феврале, в отличие от самой холодной зимы столетия 1941-1942 год. Зима 1943-1944 года была мягкой, и с учётом особенностей климата на правобережной Украине уже в феврале началась совершенно запредельная распутица, и подготовка любых операций, а была проведена целая цепочка, Проскуровско-Черновицко-Первый Украинский фронт, Уманско-Баташанское-Вторый Украинский фронт и цепочка операций, которую проводили в самом южном секторе войска Малиновского, они все проходили в условиях распутицы, и подготовка, естественно, была затруднена именно необходимостью подвозить боеприпасы, горючие к передовой, кроме того, строить переправы через Южный Бук и, соответственно, инженерное оборудование переправы с помощью... Продвижные даже. Да, и это всё проходило, что называется, в условиях дорог, превратившихся в направления. Поэтому начало операции откладывалось, но в итоге начали 26 марта с плацдармов на рубеже Южной Бук, и план предусматривал бросок к Днестру и всем фронтам, первому, второму, третьему украинскому фронтам 11 марта была поставлена задача выйти на государственную границу. То есть Одесса была одной из целей, а такой ключевой целью для всех трёх была государственная граница. Ну, именно третьему, насколько я знаю, украинскому фронту сначала была поставлена задача первыми выйти на государственную границу, но не получилось. Не, на самом деле все три получили задачи, то есть это была даже доработка. Да, то есть это одновременно, да? Да, 11 марта такой вот переломный момент, когда успех первых дней очередного наступления, то есть вот Просковская-Черновыцкая, Уманская-Баташанская, Никопольская-Криворожская, Брезнякова-Снегирёвская, вот эти вся цепочки операций, они развивались достаточно успешно для того, чтобы взаимосвязаны. И успех первых дней, потому что им было не очевидно, что условия такой распутятся, удастся добиться успехов, но первые успехи, главное, перехват главной магистрали группы армий Юг железной дороги Львов-Одесса создавали условия, когда всем трём фронтам поручили выйти государственной границы. Спасибо большое. Владимир Иванович, а вот всё-таки в ходе Одесской наступательной операции были какие-то небольшие операции, которые действительно должны войти в славную, вошли, вернее, в славную историю Красной Армии, того периода, которых мы должны помнить и знать сегодня? Спасибо за вопрос. Я хотел бы отметить, что всё-таки первыми словами должны прозвучать, что Одесса – это всё-таки город-герой. Я с этого и начала. Да, городом-героем. Поэтому, но это не умаляет достоинства и величия подвига наших воинов, которые участвовали в ходе всей войны и, в частности, в Одесской наступательной операции. Здесь сейчас Алексей Валерьевич отметил лишь только пунктирно, по сути дела, потому что мы ограничены по времени, и говорить об этой операции. Многие вещи, которые очень интересные, занимательные и познавательные, для того, чтобы в полном объёме понять это и проникнуться теми сложностями, и этой операции необходимо большое количество времени. В частности, хотелось отметить, что в тех совершенно правильно отмеченных чудовищных и сложных условиях до этого советские войска уже прошли более 200 километров, и здесь, в данной операции, по её завершению, советские войска прошли 180 километров практически за три недели. Необходимо отметить, что в таких условиях при распутнице доставка боеприпасов, горючего и продовольствия было очень сложно. Конечно же, советское командование понимало, и штаб, и командующий Третьего Украинского фронта, войсками Третьего Украинского фронта, Родион Якульевич Малиновский, прекрасно понимал, что в данных условиях вести наступление без пополнения очень сложно. Поэтому были, конечно же, предусмотрены такие варианты, как высадка десантов, и десант, он, кстати, буквально недавно прозвучал по телеканалу «Звезда», это десант Ольшанского, старшего лейтенанта, и необходимо отметить, что, конечно же, может быть, он и по своему составу не такой большой, там всего участвовало 55 человек, из состава 384-го отдельного батальона морской пехоты и плюс 1-го гвардейского укрепрайона 28-й армии. Основу десантов составляли, конечно же, морские пехотинцы этого батальона, которым командовал майор Катанов. Только добровольцы участвовали в этой операции. Задача, какова их была? Их задача была проникнуть по, форсировать, вернее, выдвинуться по Южному Бугу, это ориентировочно около 15 километров и плюс половина пути, по сути дела, это по территории, которая контролировалась противником. Выйти в речной порт города Николаев, соответственно, проникнуть на территорию, нести дезорганизацию управления войсками, создать максимальную панику в городе, для того, чтобы создалось впечатление у противника и его командования, что советские войска проникли в тыл обороны противника. Кстати, необходимо отметить, что, пройдя такой огромный путь, войска не имели достаточных средств переправы, поэтому вынуждены были обратиться к рыбакам и местным жителям, которые предоставили и нашли эти лодки полудырявые, усилиями самих же морских пикотинцев, они были восстановлены, насколько это было возможно, и 26 числа марта месяца, при полной темноте, они вышли в направление города Николаев. Здесь необходимо отметить, что проводниками выступили те рыбаки, которые знали эту территорию, знали Южный Бух, и во главе был житель местный Андреев, по фамилии звали его Андрей. Помимо 55 десантников сопровождали 12 человек, выделенные саперы и связисты. К сожалению, большому так получилось, что именно десантники есть в списке фамилий, а вот те, кто предавался этому десанту, списков не сохранилось, поэтому, когда были оформлены представления присвоения звания Героя Советского Союза, а, кстати, такого количества человек, 55 человек впервые награждались и присваивались звания Героя Советского Союза, то 12 человек, которые участвовали, так и остались пока неизвестными. Тем не менее, 26 числа они прошли в порт, незаметно высадились, разминировали его подступы, заняли постройки, элеватор, пытались, но так как элеватор там, лестницы не было, ну, в общем, все подсобные помещения, они заняли круговую оборону. И уже с рассветом практически сначала противник и не думал, что это большой десант. Вышел патруль, был он уничтожен и потом постепенно стали увеличиться напряженность боя. Появилась сначала небольшая часть противника для уничтожения этого десанта, они думали, что это лишь какая-то группа небольшая, затем все это увеличилось. Короче, в течение двух суток вели боевые действия оборонительной круговой обороны. Понимая, что как бы и назад дороги-то нет, и помощи ждать только когда будут наступать наши войска, к сожалению, прорыв обороны затягивался в направлении Николаева. Тем не менее, значит, внеся большие потери, они сковали часть сил противника. Противник вынужден был направить в порт сначала до батальона, потом еще до батальона вооружения, орудия, танки. Насколько могли, сопроверили наши морские пехотинцы, но и надо понимать, что вооружение у них было автоматическое оружие, стрелковое оружие, противотанковое оружие, гранаты. То есть, это все, что с собой могли они принести туда. Необходимо отметить, что противник применял и огнеметы, плюс дымовые шашки, дым, который обессиливал силы наших десантников. В конечном итоге, в течение двоих двух суток в живых осталось всего 10 человек. Один человек, Лисицын, такой морской пехотинец, был направлен старшим тенантом Ольшанским для связи с нашими основными силами. При выходе из города Николаев и переправе через речную преграду он получил тяжелое ранение, ему оторвало стопу. Тем не менее, он все-таки дошел и сообщил о том, что десант ведет боевые действия в полном окружении, но силы, конечно, не равны. 28 числа передовые части были уже в городе Николаев, они его освободили. К сожалению, большому остались в живых только те, кто тяжело ранен в полуподвальных помещениях и основная часть нашего десанта погибла. но выполнив с честь эту задачу, отвлекли часть сил противника и, соответственно, несли определенную дезорганизацию управления войсками и оборону противникам города Николаев. Я правильно понимаю, что без десанта Альшанского было бы гораздо сложнее выйти на подступы к городу, освободить город? Конечно, да. И вот необходимо отметить, что, как не происходит сейчас событие на Украине, уже ранее отмечалось, памятник десанту старшего десанта Альшанского в городе Николаеве стоит. На большом сожалению, конечно, это еще остатки тех советских времен, но музей сохранился, он, правда, очень маленький, незначительный, но, тем не менее, память о нашем десанте, о наших воинах, тем более, что десант был многонациональный по своему составу, он остается в памяти как и жителей города Николаев, как и, я надеюсь, многих жителей Украины, так и нас, поэтому вот с такой подробностью мне хотелось, конечно, здесь эту информацию изложить, для того, чтобы не забывать героизм и мужество наших воинов. Спасибо. А большие потери были при военной операции по взятию Одессы? Сколько человек погибло? Ну, имеется в виду в Одессе наступать операцию? Ну, да, да. Я необходимо отметить тут такую интересную вещь, ведь, когда задают вопрос Одесско наступательная операция, ну, многие говорят, а что там о ней говорить, там всего написано вот так, освободили, и вот, и все. А ведь, на самом деле, если взять боевой устав того времени, открыть его и листая этот боевой устав, то происходило именно в полосе 170 километров между речью Южного Буга и Днестра событие, которое полностью было и прорывы обороны, и наступления, и окружения наших войск, мы попадали в окружение, и преследования, и форсирования, то есть все было. И представляете, при том недостатке сил и средств, при том напряжении и сложных чисто факторов природных, все-таки наши советские воины достигли того успеха, хоть фронт-то и не выполнил задачи, он не вышел на границу, но тем не менее, урон был нанесен противнику в общем солидный, противник потерял в общей сложности почти 40 тысяч человек, из них около 11 тысяч пленными, но и понесли и наши потери советские войска, в частности, необходимо сказать, что безвозвратных потерь составили почти около 7 тысяч человек, а в целом-то около более 30 тысяч человек это наша суммарная потеря, а из них около 7 тысяч человек безвозвратные, то есть цена была очень высока, но тем не менее, считайте, что большая часть Молдавии, Одесская, Николаевская область были освобождены, освобожден был город Одесса, Очаков, Николаев, то есть и были созданы все предпосылки с выходом войск, не только Третьего Украинского форума, и второго, на западный берег Днестра захвачены были плацдармы и был сделан задел очень большой для освобождения, то есть выходом наших войск в Румынию на Балканы, то есть проведение дальнейших операций уже на территории Европы, в Восточной Европы. Спасибо. Здесь уже упоминалось о выставке в Музее Победы, которая посвящена 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма. Дмитрий Викторович, сейчас мы говорили о той цене, которую заплатила Красная Армия за освобождение своей земли, то есть наверное небольшого кусочка своей земли, потому что Одесса город-герой, но это только часть территории, которую мы освобождали. А какую цену заплатила Красная Армия за освобождение Европы и в чем если есть с Вашей точки зрения особенности проведения военных операций Красной Армии не на российской территории, а за рубежом? Да, Вы совершенно правы, была открыта совсем недавно, буквально неделю назад выставка об освободительной миссии Красной Армии в Европе. Это очень важная тема и важно здесь показывать не только героические усилия советских войск, но и то, что участвовали в освобождении Европы и сами европейцы. Участвовали, допустим, румынов в освобождении Чехословакии, участвовали и Югославы, народно-освободительная армия Югославии в освобождении Югославии, и Хорватии, и Словении. участвовали поляки в освобождении и своей Родины, и в Берлинской операции. Освободительная миссия не была советской монополией, условно говоря. Участвовали все те, кто боролись за свободу своей Родины. Конечно же, цена была высока, это цифра известная, это 3 миллиона человек. наших советских военнослужащих, из которых погибло около 1 миллиона человек. Эта цена очень высокая, но с другой стороны, когда сейчас говорят о том, что Советский Союз нес некую новую оккупацию, или о том, что можно было ли остановиться на границе, возникает контрвопрос. В фашистской неволе в целом не только концлагеря, не только военнопленные, по итогам кампаний по репатриации было возвращено около 5,5 миллионов человек. При населении Советского Союза 190 миллионов человек и около 88 миллионов человек было под оккупацией, согласитесь, это весьма существенная цифра. И как можно было остановиться на советской границе, как предлагают сегодня некие исследователи. Это значит, надо было оставить этих 5,5 миллионов человек под оккупацией. Тогда надо было оставить и у власти Берлина Гитлера. И Гитлера у власти оставить, и Антонеску, и прочих диктаторов фашистского толка. Поэтому, безусловно, освободительная миссия Красной армии была необходима. советское руководство старалось проводить ее во взаимодействии с местными силами. В Польше она, конечно же, носила специфический характер в силу специфического характера самого польского подполья, которое было как пролондонским, как тогда говорили, я имею ввиду армию Краеву, так и Польская Комитет Народного Освобождения, который ориентировался на построение нормальных дружеских отношений с Москвой, и в Польше как раз вот эти противоречия в национально-освободительном движении очень сильно отразились и на Красной армии. Как известно, при освобождении Польши Красная армия потеряла около 600 тысяч человек, при этом войско польское, которое также участвовало в попытке освобождения Варшавы во время Варшавского восстания, 26 тысяч человек. Это одни из самых крупных потерь Красной армии во время всей освободительной миссии в Европе. И эти цифры это не только потери на линии фронта, это также потери и в тылу от действий армии Краева. Я немного процитирую документ, это донесение военного совета фронта в Москву. Согласно ему, со второй половины 1945 года и по 1 марта 1946 года на территории Польши армии Краевой было убито 166 советских военнослужащих и 77 военнослужащих войска польского. То есть польские националисты, которые якобы боролись за свободу, вначале они придерживались тактики сохранения сил, потом они пытались перехватить власть в некоторых населенных пунктах, в том числе и по старой границе. Они били не только в спину советским военнослужащим, которые фактически освобождали их страну, они также убивали и своих поляков. Для сравнения от рук УПА за тот же самый период погибло 8 красноармейцев и 25 поляков. То есть польские националисты действовали изощреннее и представляли, пожалуй, даже большую опасность, чем украинские. При том, что Красная армия шла освобождать их страну, и это была единственная организованная сила, которая могла тягаться с вермахтом. Спасибо. 26 марта войска Красной армии вышли на границу, а Второй фронт союзники открыли только 6 июня. Складывается впечатление, Игорь Александрович, как будто наши дорогие союзники ждали, когда же Советский Союз перейдет в свое окончательное наступление за пределами Советского Союза. Ну иначе сложно вообще как-то объяснить действия союзников. Сегодня миссию Красной армии в странах Восточной и Центральной Европы пытаются оболгать, исказить, принизить роль советского солдата, назвать его оккупантом. Что мы можем сегодня этому противопоставить с Вашей точки зрения? Спасибо большое. Я, так понимаю, должен закольцевать наше мероприятие. А попытайтесь. Но я бы, конечно, не стал ругать за вероломство наших западных союзников, напротив, наша позиция в России всегда, и на официальном уровне, и на уровне общественного мнения. Она связана с тем, что мы не хотим замалчивать, не хотим забывать то, что война и победа, Вторая мировая война, и наша победа над гитлеровской Германией и ее союзниками, и над милитаристской Японии. Это было дело антигитлеровской коалиции и того, что делают на Западе сегодня в отношении роли и вклада нашей страны. Мы в отношении их роли и вклада делать не будем, потому что мы считаем, что это не просто антинаучно или неправда, но это еще и нехорошо, потому что в основе нашего отношения к этим событиям до сих пор сохраняется чувство благодарности и англичанам, и американцам в силу своих возможностей и в силу своих интересов политических, геополитических, как бы они себя не вели, тем не менее они участвовали в общем деле разгрома гитлеровской Германии и внесли в него весомый вклад. Но освободительная миссия в этом, да, в таком ракурсе, в этом контексте, если брать вообще международный освет. Я бы поддержал в первую очередь и вспомнил, вот замечательно сформулировал Константин Ильич в самом начале нашего сегодняшнего мероприятия, что для нас с точки зрения научной добросоведности важно не позволять нашим, скажем, партнерам западных СМИ или как их называть-то, журналистам вот это сознательно связывать одно с другим. Вот советский солдат идет, и якобы это стоит рассматривать именно через призму всего послевоенного развития этих восточно-европейских стран. Между тем, я против казенщины вообще, да, если говорить об этом, ведь все же очень просто. миллионы людей в концлагерях на оккупированной территории ждали спасения с Востока, больше оно ниоткуда не могло прийти. Миллионы астарбайтеров или западных рабочих со всей Европы, миллионы же людей в рабстве у нацистов, они ждали, что их просто физически спасут. И поскольку речь идет о десятках миллионов людей, чья жизнь и судьба зависели, и просто выживание зависело от того, успеет Красная Армия выйти, успеет Красная Армия дойти вовремя или их всех убьют, ополоумевшие вообще в конце войны нацисты, не знаю уже вообще, как и на ком злость оторвать, потому что они потерпели поражение. И спасая людей, наши солдаты встречали и объятия, и цветы, и слезы тех, кого они освобождали. И вот этот важнейший гуманитарный аспект освободительной миссии, а вслед за Красной Армией шли наши же врачи, которые должны были тут же спасать, продолжать спасать людей, потому что они могли умереть от болезней и того состояния, в котором находились после освобождения, если бы их просто бросили. Значит, вся инфраструктура Красной Армии, тыловых служб была задействована для того, чтобы в дальнейшем жизнь на этих освобожденных территориях была восстановлена. А всё, что было в конце сороковых годов, это притягивать за уши сюда и пытаться каким-то образом дискредитировать смысл истоки, да, смысл, значение освободительной миссии. Мы, я здесь совершенно согласен с Константином Ильичем, мы считаем это неправильно, аморально и антинаучно, поскольку всё-таки стремимся опираться на достоверные данные о том периоде и обоснованные рациональные выкладки по этому поводу. Ну, что ещё я могу добавить, Константин Ильич детально охарактеризовал этот план работы, в том числе и Российского военно-исторического общества, которое является соучастником, да, соработником по этому плану, поэтому здесь добавлять я ничего не буду, наверное, по существу, поскольку РВИО участвует в реализации этих мероприятий и реставрирует памятники. Например, 26 апреля в Таргао откроется отреставрированный Волгоградским отделением Российского военно-исторического общества памятник Танк Т-34, который там установлен, причём это не танк после военного года выпуска, да, тут особенно ценно, что это танк именно произведённый во время войны, да, и оставленный там, то есть он участник боёв. Мы готовим соответствующие выставки, Дмитрий не упомянул о своей выставке в Музее Победы, а я ещё раз хотел бы пригласить тех, кто нас смотрит, посетить Музей Победы. Дмитрий до какого числа выставка в Таргао месяц, она будет спокойно доступна. В течение месяца, поскольку дело не только в выставке, а дело в том, что квалифицированные сотрудники экскурсовода Музея Победы, они ещё ведь и рассказывают, да, то есть если школьники приходят, то им и рассказывают об освободительной миссии, а не просто они смотрят эти планшеты. Российское военно-историческое общество главным своим проектом к 75-летию Победы рассматривает увековечение памяти тех, кто погиб под Ржевом, это создание мемориала в Ржевском районе, и этот мемориал, этот народный проект, поскольку деньги на его реализацию собираются, в том числе благодаря пожертвованиям организаций, но и частных лиц, народный проект, мы рассматриваем его как символ памяти и увековечения всех тех, кто сражался во время Великой Отечественной войны, и не только под Ржевом, и в сражениях за Ржев, но в том числе это будет один из великих, я считаю, по исполнению, выдающихся памятников на территории Российской Федерации, поскольку он спланирован очень серьезным, значительным мемориалом. Увековечения памяти всех, кто сражался и в освободительной миссии, при освобождении территории Советского Союза, реализуется он в том числе и усилиями союзного государства России, Белоруссии, белорусские граждане Белоруссии уже жертвуют, есть пожертвователи из Белоруссии, а я бы хотел сказать, что вот мы говорим сегодня об освобождении Украинской ССР, частью которой являлась Одесса, да, в тот момент, я думаю, может быть, просто в современных условиях не все знают, на Украине, о том, что вот планируется создание такого мемориала, может быть, кто-то из Украины откликнется и тоже примет участие в сборе средств на создание этого мемориала. Ну и большое спасибо, конечно, России сегодня за то, что вы нас действительно достаточно часто собираете, заставляете рассказывать людям о событиях Великой Отечественной войны, поскольку это очень важная составная часть современной российской культуры памяти исторической. Спасибо. Приглашайте нас еще. И вам спасибо. Освежать память нужно не только тем, кто живет за пределами нашей страны, но самое главное помнить и нам, всем, кто живет в нашей стране, о подвиге тех людей, которые защитили и нашу страну, и Европу, и мир от фашизма. Кстати, успех Одесской наступательной операции он способствовал и успеху операции по освобождению Крыма, поскольку вчера, по-моему, по всем телевизионным каналам прошла информация, что 8 апреля 1944 года это начало операции по освобождению Крыма. Юрий Александрович, вы упоминали в переговорке, что планируете какую-то акцию российского военного исторического общества в Крыму, некий поисковой десант поисковиков в районе Севастополя, что это такое будет? Российское военно-историческое общество в рамках проведения поисковой деятельности, я думаю, речь идет, все понимают, о чем речь идет, речь идет о поиске останков советских войн, до сих пор не захороненных на местах боев. В том числе рассматривает и Крым как одно из мест, где нужно обязательно это делать. Все находки, если будут найдены, они будут оставлены в крымских музеях, там замечательно к этому относятся, особенно в Севастополе. Но, я думаю, нам надо действительно более широко отметить вообще освобождение Крыма и предоставить слово коллегам, военным историкам, поскольку в моем представлении сама по себе операция по освобождению Крыма и освобождение Крыма от немецко-фашистских захватчиков, чью дату мы должны тоже, по идее, сейчас отмечать, это, во-первых, очень значимая страница с точки зрения символической, да, символической, но и потом это просто очень красивая, интересная и великолепная в каком-то смысле история именно военная составляющая того, как это происходило, насколько это прекрасная победа Красной Армии. Думаю, коллеги меня поддержат. Вижу, руку от Дмитрия хочет что-то добавить. Пожалуйста, Дмитрий Петрович. Да, я хочу добавить, что буквально на следующей неделе, 18-го числа, у нас запланировано в музее проведение круглого стола по теме как раз освобождения Севастополя и в целом крымской операции. Хочу пригласить и журналистов, и всех, кто интересуется военной историей, на этот круглый стол. Спасибо. Алексей Валерьевич, а вот одесская и крымская операции наступательные, они же тоже в какой-то степени связаны между собой. Вот что их объединяет? Собственно, как, наверное, и оборону Одессы, тоже что-то объединяет с обороной Севастополя? Да, когда решили пожертвовать Одессу, но отстаивать Севастополь и действительно сражались с ноября 41-го по июль 42-го года. В 44-м году тоже были тесно взаимосвязаны операции. Поначалу предполагалось начать операцию по освобождению Крыма 1-го марта, но из-за разрушения переправы через Севаш из-за штормов, потому что связаны водные пространства и из-за разрушения переправ отложили и потом, когда новая дата была назначена на 16-е марта, вновь сказали, а давайте подождем, пока освободят Николаев и Одессу и, точнее, выйдут на подступы к Одессе, поскольку из Николаева Одессы немцы гоняли транспорты в Крым. То есть Крым был связан линиями снабжения группы армий, а именно с Одессой Николаевым по короткому плечу. И после того, как были освобождены Николаев и Одесса, у немцев осталось только длинное плечо, то есть большее расстояние от Севастополя до Констанции румынской. И это предопределило катастрофу немецкой 17-й армии в мае, когда ввиду нарастания паники и такого же, я бы сказал, катастрофически пораженческих настроений, немцы были вынуждены посылать по этой длинной дороге днем свои транспортные корабли, их, естественно, безжалостно натопили прежде всего советская авиация. Поэтому освобождение Одессы Николаева делало судьбу немецкой группировкой в Крыму практически предопределенной. То есть теперь ее могло спасти только чудо, и чудо, естественно, не произошло. В случае, если бы Одесса и Николаев оставались в руках немцев, тогда имелась у немцев возможность ночами, то есть когда авиация не видит, сбежать из Севастополя в Одессу. Но вот это броска у них уже не получил, потому что Одесса на тот момент 10 апреля она была освобождена и собственно вот этот короткий путь для немцев был отрезан. Так крымская группировка немцев была изолирована, но за счет перевозок по морю, по Черному морю она поддерживалась существование и даже снабжение было вполне удовлетворительным. После того, как захватывают важнейшие порты Одессы Николаев, оно сразу резко ухудшилось. Еще была особая роль Черноморского флота как в освобождении Одессы, так и в освобождении естественных В основном легкие силы и военно-воздушные потому что ставка прямым текстом запретила использование крупных кораблей но и своя правда в этом была потому что на общем успешном фоне череды успешных операций потерять крупный корабль с несколькими сотнями жизней моряков тем более в условиях когда все же весна на Черном море хоть и на Черном море но потопление корабля в открытом море весной означало гибель экипажа практически однозначно поэтому на этот риск решили не идти и так хорошо получилось в том числе благодаря действиям авиации морской которая была способна топить и транспортные и боевые корабли противника спасибо что хотите да пожалуйста добавить учитывая лимит времени Алексей Валерьевич вкратце обозначил крымскую наступательную операцию хотелось бы еще раз подчеркнуть что по сути дела изолированная немецкая группировка на крымском полуострове она была лишена средств материального снабжения тем более длинное плечо было и в этой ситуации есть такая определенная совпадение в годы гражданской войны вынуждены были штурмовать перекоп соответственно немецкие войска точно также укрепили перекопские свои укрепления и шуньские создали позиции по сути дела ведь советские войска когда с плацдарма южного вера Севаша ударили и по сути дела была опасность того что все кто будет на перекопе и на ишинских позициях останется будут отрезаны поэтому стали отступать это с одной стороны с другой стороны приморская армия которая наступала с востока с керченского полуострова и здесь необходимо отметить защитников и участников аджимушкайских каменоломен которые все годы пребывания немецких войск на крымском полуострове находились под землей и можно сказать терроризировали немецкие войска и вот участие с двух сторон то есть с севера на юг и с востока на запад советские войска продвигались к Севастополю конечно же очень таких же тяжелых условиях и вот именно то что совместными усилиями Севастополь был освобожден и немецким войскам по сути дела приходилось уже смысл эвакуироваться но не всем удалось многих потопили вместе с кораблями поэтому заслуга и символично что город герой Севастополь был освобожден именно 9 мая буквально через год уже была победа вот такие интересные факты спасибо константин ильич возвращаясь к международной конференции которая сегодня проходит еще в Москве участники это историки из крупнейших европейских стран там по-моему и Норвегия и Франция и чего там только нет и Балканы представлены естественно нет Украины есть Белоруссия нет Украины но как бы по понятным причинам даже если люди хотят приехать они просто реально боятся возможности наши российские на Украине сейчас ограничены но все-таки там живут люди которые помнят и гордят свои истории наши общие истории у которых их отцы и деды прадеды сражались в рядах Красной Армии освобождали и территорию нынешней России и территорию Украины тогда никто ничего не делил просто освобождали родной дом каким-то образом российское историческое общество как-то взаимодействует с людьми которые живут на Украине получаете ли вы какие-нибудь может быть письма конечно я должен уточнить немножко вашу информацию академик национальной академии наук Петр Петрович Толочка участвует в конференции а вот в этой которая сейчас здесь он регулярно участвует в мероприятиях которые проводятся в Москве при этом постоянно живет и работает в Киеве это известный ученый он специалист по древней истории придерживается концепции что и современная Россия и Белоруссия и Украина это вот три так сказать ствола растущие из одного корня можно сказать ветви одного дерева и выходят книги его в прошлом году к 80-летию он правда на Украине не смог свою книгу издать здесь мы по линии фонда истории отечества поддержали и издали здесь его книгу провели презентацию поздравили Петра Петровича с юбилеем но конечно не только он один вчера он подтвердил что на Украине остались честные историки и их работа конечно востребована совершенно понятно что такая ситуация которая сейчас на Украине с исторической памятью происходит она ну все-таки нельзя обманывать всех все время и как-то надеемся на то что встанет все на свои места постепенно с учетом того что невозможно совершенно исказить шиворот на выворот перевернуть наше прошлое отринуть всю культуру все отказаться от всех вообще истоков и более того Петр Петрович с учетом того что были коллеги из Белоруссии вчера и продолжают сегодня работать на конференции предложил создать такую трехстороннюю российско-украинско-белорусскую комиссию историков для того чтобы важные актуальные вопросы можно было своевременно обсуждать и все поддержали это решение мы его конечно реализуем спасибо коллеги обращаюсь к журналистам вопросы есть пожалуйста на первый ряд пожалуйста Алексей дай микрофон представьте кому ваш вопрос у меня Андрей Ермилов агентство ТАСС у меня вопрос Константину Ильичу и Юрию Александровичу общий вот вы Константин Ильич вначале говорили о том что есть двусторонняя комиссия вот сейчас создается трехсторонняя комиссия а будут ли наши союзники в частности Соединенные Штаты как-то участвовать в праздновании 75-летия освобождения Европы второй фронт в контексте вот этой истории спасибо вот они союзниками были тогда да а сейчас партнеры сейчас вы знаете мы отвечаем за свою часть с американской стороны пока таких инициатив не возникало но вот действительно очень верно Юрий Александрович сказал я под каждым словом готов подписаться действительно в той войне мы были союзниками и сохранять память и извлекать уроки из событий тех лет и вообще из истории конечно лучше бы совместно это может предостеречь от повторения каких-то ошибок прошлого и вот в связи вот мы говорим о том что в Польше собираются отмечать вот этот скорбный юбилей 80-летие начала Второй мировой войны не приглашают представителей России мы конечно считаем что это ошибка что разговор на такие серьезные исторические темы которые так или иначе аукруются нам по сегодняшний день нужно нужно вести все вместе поэтому если поступят со стороны американских историков предложения о каких-то совместных мероприятиях направленных на сохранение памяти на популяризацию истории то мы конечно их с удовольствием рассмотрим и поработаем с коллегами но пока не было таких традиционную встречу на Эльбе обычно отмечали ну конечно и кстати говоря есть общественные организации которые обвиняют потомков тех солдат офицеров которые встречались с на Эльбе я знаю что у них есть есть контакты они должны сохраняться ну плюс еще есть международная конференция с участием руководителей держав союзниц во второй мировой войне тоже повод есть по крайней мере крымская конференция будет в следующем году можно наверное тоже подумать по поводу этого я Александрович вам тоже был вопрос даже бы менее политкорректно сформулировал то же самое понимаете все таки надо различать вот вы как-то в вопросе непонятно о ком мы должны говорить о Трампе мы должны говорить или о общественности США или об историках США понятно что плохо когда политики там польские политики или какие угодно они вот каждый юбилей связанный со второй мировой войной они пытаются превратить в какое-то политическое шоу а это уже давно так давно то есть пытаются извлечь все время какую-то игровую составляющую приедет вот он приедет а вот он мы его пригласим не пригласим в России это со стороны российских граждан это выглядит всегда как-то не то что странно даже а нехорошо это нехорошо если мы вспоминаем вторую мировую войну как величайшую трагедию в истории человечества то мы это делаем как как сказать вместе на уровне обществ потомков если мы вспоминаем нашу победу 9 мая 45-го года как величайшую победу сил добра над злом то мы естественно рассчитываем что и американцы тоже думают так да они не пытаются какую-то затеять очередную игру чтобы выяснить сегодня что-то такое да а на уровне историков на уровне специалистов вот этот диалог идет и я уверен что историки то как раз с нами в состоянии его вести профессионалы они от него никогда не откажутся и сколько там не пытаются в Америке может быть или где-то как-то цензурировать их деятельность но тем не менее книги там выходят и эти книги вполне адекватны и нашим в том числе представлениям относительно Второй мировой войны мы их с удовольствием переводим и обмениваемся архивными документами Алексей Валерьевич регулярно пользуется библиотеками Конгресса США для национального архива то есть в данном случае по научной линии диалог у нас есть а вот эта политическая составляющая можно только сожалеть но это как не наш пригласят спасибо насколько я вижу вопросы закончились я хочу поблагодарить наших гостей за интересный разговор ждем вас на нашей площадке ну и всех нас поздравляем 75 годовщины освобождения Одессы и победоносного шествия Красной Армии по Европе всего доброго до свидания до новых встреч вы все знаете